Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Александр Хайрулина, программа «Лучшее в стране». И у нас сегодня в гостях, я вам с радостью сообщаю, главный редактор журнала «Максим» Александр Маленко. Саша, привет. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада тебя видеть в нашей студии и давно хотели, правда, пообщаться. Спасибо тебе большое. Друзья, на секундочку, я вот сегодня попыталась даже сосчитать, 16 лет уже ты возглавляешь, самого первого. Да, да, я самый долгоиграющий главный редактор журнала. Мне кажется, в истории вообще человечества. Ну, на текущий момент точно. Есть такой момент любопытный, может быть, не все знают, но журнал «Максим» он издается во многих странах мира, да, ты не по всем журналам являешься главным редактором, вот. Но, тем не менее, я смотрела твое интервью, где-то я абсолютно уверенно заявляю, что именно российское издание журнала «Максим» является самым, наверное, самым, во-первых, объемным, толстым достаточно, а, во-вторых, по содержанию совершенно отличается от тех изданий. Да, я думаю, это интервью, конечно, было уже порядочно лет назад, потому что, в принципе, в России журнальную индустрию постиг такой комплексный кризис, исторический в основном, во-первых, потому что во всем мире журналы сейчас, конечно, сильно очень потеснились из-за вот этих вот штучек. Вот, потому что, когда... Раньше, знаете, огромная часть журналов покупалась в супермаркетах, как... Почему все стойки с журналами близко к кассе в супермаркетах? Потому что, когда вы стоите в очереди, вы от скуки что-нибудь цепляете с этой стойки и берете. Сейчас, когда люди стоят в очереди, скучают, они что делают? Они втыкаются в телефон, как и во все остальные ситуации. Вот. Поэтому журналов во всем мире стало продаваться намного меньше. Это не значит, что их стали читать меньше, потому что у всех журналов есть присутствие в интернете и в соцсетях. Вот. Но именно тиражи упали, и на это наложился наш экономический, в общем-то, кризис, не побоимся этого слова, рекламного рынка в частности. Намного меньше. Реклама, опять же, схлынула отчасти в интернет, отчасти ее стало меньше. Толщина журналов, если вы следите, драматически уменьшилась. Раньше средним мужским журналам можно было нанести тяжелые повреждения по голове, если ударить, если женским, то убить просто, потому что они весили килограммами. Сейчас все они, ну, максимум синяк можно поставить, если драться журналом. Вот. Поэтому, наверное, сейчас мы не самые толстые в мире, но где-то на уровне. Среди максимов мы. Среди максимов. Да, в общем-то, мы средние такие и по всем мужским журналам в плане объемов. Что касается содержания, в чем главное отличие российского у Максима? Изначально это был формат очень понятный, очень развлекательный, очень мужской, потакающий всем мужским слабостям и радостям, который писал о красивых девушках, о спорте, о пиве, о сексе и вообще о всяком гедонизме. И, в общем, эти ценности молодая редакция вполне разделяла в начале 2000-х, когда мы начинали. Но поскольку у нас коллектив очень стабильный... Когда тебе было около 30 лет? Да, да, мне было 29 лет, когда мы начинали. Сейчас мы, соответственно, 45. Редакция у нас очень стабильная, больше похожа на рок-группу. То есть это собрание ярких индивидуальностей, которые производят раз в месяц такой альбом. Там все голоса сливаются, и в единый хор есть, сольное творчество. И концепция журнала менялась по мере нашего взросления. И когда, в общем, как мы все, надеюсь, все знают, прошли этот путь, гедонизм, в общем, довольно быстро как-то надоедает, когда тем более ты удовлетворяешься эти иллюзии. И если где-то на шее есть голова, и внутри не совсем пусто, то начинаешь интересоваться какими-то вещами, которые в детстве казались скучными. Наукой, религией, как устроено общество, историей. И мы стали писать на темы, которые нам интересны, и так увлеклись, что в какой-то момент, скажем, лет 10 спустя, после запуска, когда я сравнил журнал «Максим», взял два выпуска, я поняла, что это совершенно два разных журнала. Вот. У нас остался такой приподнятый, юмористический такой фон, стиль, интонация игривая, все так немножко не всерьез, оболочка довольно развлекательная. По содержанию, в общем, мы делаем то, что нам интересно, я делаю то, что мне интересно. Даже сейчас у нас с апреля, я воспользуюсь моментом, минутка саморекламы, у нас некий перезапуск журнала «Максим» будет происходить, у нас новый дизайн и новые рубрики. В общем, у нас в каждом номере будет интервью с ученым, потому что я понял, что уже невозможно выдумывать какие-то способы писать о науке, делая вид, что ты пишешь о чем-то другом, и как бы все время притворяясь, что это не совсем. Мне вот интересно, что сейчас происходит в медицине, в IT-технологии, в космосе. Оттрясающе. Сколько у нас общего. Да, и в каждом номере я сейчас буду делать, вот я уже на пятницу договорился с ведущим нашим специалистом по космосу, у нас будет первое интервью, в каждом номере будет теперь вот это, например, да, я думаю, это сильно отличается от того, ну, каждый «Максим» пошел своим путем в мире, я не думаю, что это кому-то интересно, мы живем здесь, поэтому, в общем, это журнал для любопытных мужчин, прежде всего теперь, которые интересуются, причем в широком смысле слова, не в бытовом, и даже не столько вот в текущий момент какой-то общественно-политический, это о многом пишут об этом газеты, еженедельники. В политике-то у вас как раз там практически нет. Нет, есть, почему мы волнуемся, но это скорее какие-то срезы, отпечатки общества, мы пытаемся фиксировать, что происходит там, вот новое поколение, миллениалы, кто они такие, что происходит там на стыке наук, там междисциплины, вот у нас там, например, нейропсихология на стыке нейрологии и экономики, вот какие-то такие вещи. И как меняется, сейчас же потрясающе интересная эпоха. Нам всем жутко повезло, что мы живем именно сегодня. Соглашусь, да. Сейчас каждый день происходит столько открытий, сколько раньше не происходило за годы. То есть элементарно я, например, видел график, статистику зарегистрированных научных исследований в мире, они идут по экспоненте. То есть в год, если даже вот в конце 20-го века, в 90-х, это были сотни зарегистрированных, ну там, тысячи, может быть. Сейчас десятки тысяч в год просто, вот такой график. И за этим всем потрясающе интересно следить, анализировать и применять это на себя, потому что все, что мы пишем, мне хочется, чтобы это было на читателя, поэтому мы много пишем о медицине. В общем, перспектива бессмертия вполне уже реальна. Это абсолютно заменяет мне, например, религию. Я очень атеистический человек, я не люблю никакую веру, но я понимаю, что для меня этот вот комплекс знаний и, соответственно, моего поведения и каких-то мечты, это, в общем, такое религиозное отношение у меня с миром науки. Я в это верю. Саша, есть цитаты тоже в интернете твои, когда ты говоришь и призываешь всех, журнал «Максим» надо читать, а не просто пролистывать, останавливаться на картинках. Вот я хотела спросить, да, тебе удалось как раз воспитать? Нет, конечно, репутация журнала «Максим» для тех, кто его не открывал, это журнал про голых женщин. Ну, потому что обложка, да. Обложка, конечно. И я никакого парадокса здесь не вижу, потому что это, опять же... Часть нашей жизни. Ну вот мужской, самое выражение. Мужского характера, мужской мир. В нём прекрасно уживается интерес к красивым женщинам, с интересом к науке, к политике, к машинам, к истории. Вот. Соответственно, это обложка, это фантик, это то, что привлекает внимание читателя, то, что заставляет его, помимо его воли, схватить журнал на стеллаже. А дальше под этим фантиком обнаруживается вполне полезная, иногда даже вкусная конфета какая-то. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется, так и должно быть. Не знаю, задумывался ты или нет. Вот ты сказал только что, что если сравнить Максим сегодня и 10 лет назад, два разных журнала совершенно. Можно ли предположить, что через 10 лет это тоже будет опять совершенно другой журнал? Ну, если вот эта корреляция между интересом конкретных редакторов и содержанием будет продолжена, мне страшно подумать, что это будет. Если мы все ещё будем делать Максим, когда нам уже по 60 лет будет, то там, не знаю, новая коллекция клизм, может быть, будет уставных челюстей. Я не знаю. Наверное, может быть, так и будет. Я верю в вечную молодость, не только физическую, но и духа. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот как сейчас, она останется навсегда. Потому что сейчас чрезвычайно широкий круг интересов у журнала. Максим шире уже некуда. Вот. И... Пусть он таким уже и остаётся. Мне уже, конечно, трудно прогнозировать, потому что я никогда не думал, что я так долго проработаю. Когда мы начинали, я думал, ну, на несколько лет я нашёл себе работёнку. Я даже рассказал, что твой коллега, которому было тогда 40 лет, это думал, боже, тоже, как в таком возрасте? Это же вообще немыслимо. Потому что меня звали возглавить мой коллега, довольно известный журналист, особенно на тот момент. Ему было 40 лет, а мне было там где-то 28-29. Он меня позвал на собеседование возглавить журнал Men's Fitness. Выходил тогда. Рэм Петров такой был товарищ. И ему тогда было 40. Я говорю, а что ты сам-то не станешь главным редактором? Он до этого был главным редактором GQ. Он говорит, ну, слушай, ну, в 40 лет быть главным редактором мужского журнала уже поздновато. Я говорю, ну, да, понятно, война – дело молодых. Думаю, а мне в самый раз. Ну, я тогда туда не пошёл, но мне эта мысль запала. И так это, проносясь по своей биографии, по этой хронологии, так отчитывая годы, я думаю, так, минуточку, а мне уже 40, а я всё ещё главный редактор. А я, по-моему, прекрасно справляюсь. Да, и вроде так всё хорошо, и всё идёт, и я очень уютно себя чувствую. Сейчас мне уже 45. Я начинаю думать, так, хорошо, до какого возраста, в принципе, нормально работать главным редактором мужского развлекательного журнала. Потом я смотрю в сторону Хью Хефнера, смотрел. Он же только недавно закончил свою карьеру вместе с жизнью. И ничего. В общем, мне кажется, вообще понятие возраста в наше время надо пересматривать, оно размылось, и что в каком возрасте можно, это очень много предрассудков здесь. Сейчас уже почти в любом возрасте можно почти всё. Друзья, мы продолжим. Очень скоро общение с нашим гостем. Сейчас небольшая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Лучшее в стране. Продолжается программа, друзья. Александр Маленков. Сегодня у меня в гостях главный редактор журнала «Максим», который, между прочим, повторил Сашины слова. Пусть он уже давно их сам не повторяет, но я хочу их повторить, которые нужно не листать. Листать, разумеется, ну и читать обязательно, потому что огромное количество действительно очень интересных статей и журналистов. Ну, в общем, да, это журнал для чтения, хотя бы на первый взгляд он так не выглядит, но просто такая огромная армия фанатов, очень преданных журналам «Максима», я им очень благодарен. И попробуй лиши их этого удовольствия. Мне говорят, что да, вот я именно статьи, вот меня все обвиняют, кто не знает, что я покупаю журнал с голой женщиной на обложке, я всем объясняю, да нет, это для чтения, там такие статьи, такие статьи. Ну, в общем, это уже, думаю, уже после стольких лет я уже перестал про это говорить, уже это, само собой, уже кто хотел, тот открыл, а кто не открыл, уже и не надо. Ну, если и не открыл, то хотя бы на сайт официальный затей нужно обязательно, потому что он еще более яркий и пеострый, там огромное количество того материала, который, конечно, невозможно вместить в журнал. Ну, сейчас все журналы, это очень смешно, превратились в очень похожие между собой пестрые сайты. Сейчас все вынуждены писать обо всем, есть ли раньше в этом мире. Это был такой мирок, очень уютный, глянцевых журналов, там уже делился на женский и мужский, они между собой делили темы. То есть, SGQ писал о стиле и моде, Men's Health писал о мужском здоровье, Максим писал о развлечениях и гедонизме. Исквайр так эстетствовал и в интеллектуальную сторону. То есть сейчас все пишут обо всем. Мы пишем про упражнения, GQ пишет про секс, Men's Health пишет про инстаграмы красоток. В общем, все пишут обо всем, это единственный способ сейчас выжить. Сейчас такой первобытный хаос, такой любопытный возник. И вот сейчас заново пошел естественный отбор. Раньше все поделились там, то есть были такие, как в джунглях, наверху живут обезьяны, посредине живут какие-нибудь там млекопитающие, в земле землеройки, и все как бы так друг друга не мешали. Сейчас вот так вот все перемешалось, и все со всеми опять конкурируют. Потому что огромный поток информации на каждого человека сейчас вываливается, в интернете в том числе, с экранов, и мы уже привыкли к такому объему, нам хочется много разного. Привыкли, да, страшно даже. Саш, неизменным остается обложка, да, все-таки? Несмотря на насыщение, но обложка — это такая классика, которая, наверное, останется всегда. Мы просто, чтобы не происходило с журналом внутри. Максима или вообще? Да, Максима, Максима. Да, мы остались единственным журналом, который все-таки делает еще в России эротические съемки со звездами, потому что когда-то их было, вот сколько их упало в эту бездну, загибайте пальцы, да, Максим был и остался, а был еще Playboy, FHM, XXL, даже был журнал Loaded, и все в этом жанре упражнялись. Остался только Максим, и как-то глупо менять концепцию, хотя рекламодатели ненавидят нас за это, и они просто многие, конечно, говорят, нет, вот у вас голая женщина, не-не-не, мы у вас не размещаемся, это решение принято в головном офисе, в Европе, ну, мы ничего не можем, и рекламный отдел, может быть, как-нибудь все-таки изменится. Хотя бы на одном выпуске будет прикрыто. Мы можем там менять дизайн, мы можем, вы поймите, это всегда будет эротическая съемка, я не буду снимать девушек в жанре фэшна, одетых, это то, что ждут читатели, это последний фундамент наш, и даже вот не надейтесь, они грустные уходят. Поэтому, ну, я буду держаться до последнего, потому что, ну, кто-то же до, уже теперь, понимаете, мы остались одни, гордо нести этот флаг. Флаг, да, это настоящий мужской, такой гетеросексуального интереса к красивым женщинам, что я не понимаю, в чем проблема, и что в этом плохого. Кто-то должен эти вещи называть своими именами, и мы этим занимаемся. Саш, ты по-прежнему находишься обязательно на каждой съемке, и занимаешься отбором фотографий? Да, 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 я бы с удовольствием кому-нибудь это перепоручил, иначе это плечи свалил бы, но, как ни странно, хотя, казалось бы, работа мечты желающих нету, потому что это такой синдром продавца мороженого. Я в детстве хотел продавать мороженое, но сейчас, став взрослым, думаю, что, может быть, и хорошо, что я им не стал, потому что это не настолько и весело, как кажется в детстве. Ровно так же, как в подростковом возрасте, наверное, кажется, что это так здорово сидеть и целый день сортировать фотографии красивых девушек, но когда это становится работой, это, ну, примерно через полчаса перестает быть весело, потому что, когда нужно из полутора тысяч фотографий отобрать пять, самых лучших, это таки трудно. И это ежемесячно, уже на протяжении 16 лет, наверное, да. Да, ну и по нескольку в месяц, а я отбираю все. Ну, у меня уже выработалось, конечно, я даже горжусь, у меня есть такой навык, вот если мне дать эти тысячу фотографий, я выберу сколько-то, потом через три дня дать еще раз, я выберу ровно те же. Да, вот я уже проверял, вот, они у меня просто вот впечатывают, я вот с адской скоростью листаю, вот это лучше, вот это лучше. Однако та самая фотография, которая на обложке, она утверждается? Ну, это вот все долгий, очень сложный процесс. То есть, один из главных, скажем, ценностей Максима, который вот я берегу, это репутация. Наша среди звезд, потому что вещь деликатная, такая съемка. Естественно, все как-то боятся, опасаются, что выйдет не так, поэтому это каждый раз съемка ее, этой звезды, не наша. То есть, это все мы делаем с ней, все делаем, как она хочет, она отбирает, она может, сколько раз было, что она, знаете, вот нет. Заново переделываем, да? Ну, или заново, или вообще я передумал. И мы говорим, все, пожалуйста, никаких вопросов, значит, не получилось. Ну, это бывает, может быть, раз в год, может, раз в два года, но даже, то есть, всегда звезда понимает, что она контролирует, вплоть до, вот, может передумать уже после всего, да. И она всегда приезжает, мы с одним-то компьютер вместе отбираем. На площадке я не столько, как носитель эстетической концепции, сколько, как дрессировщик. То есть, я с ней договорился, я ее привожу. Знаете, вот когда дрессировщик с тигром, и вот они целуются, обнимаются, и вроде все хорошо, но мы понимаем, что в любой момент этот тигр может сойти с ума, и прыгнуть, и расторгать. Вот так же звезда в любой момент может психануть, устроить скандал. и я тут, значит, выхожу своей широкой грудью, закрываю съемочную группу, достаю хлыст, говорю, так, спокойно, мы договаривались, в общем, ее утешают, что только не было, и слезы, и истерики, и хохот, и пьянство, и что-то на съемках бывает всякое, потому что вещь эмоциональная. Вот. И очень-очень личная, действительно, потому что у многих куча комплексов. Ну, я как врач, конечно, то есть меня уже никто не стесняется, мне все свои секреты поверяют, именно потому что я никогда никому ничего не рассказываю, то, что происходит на съемках журнала «Максим», остается вот всегда в этом помещении, сколько мне не просят, расскажи про каких-нибудь звезд, я никогда, естественно, этого не сделаю, потому что, ну как, это доверие. Друзья, так что и врач, и дрессировщик, ну, конечно, прежде всего журналист и главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков, мы прерываемся ненадолго и вернемся очень скоро в студию. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Александр Маленков сегодня у меня в гостях, друзья, главный редактор журнала «Максим». Пока вы слушали, смотрели клип, мы с Александром говорили, продолжали наш разговор про обложку журнала «Максим». Ну и, Максим, можно, да, сказать, наверное, об этом тоже, мне хочется поделиться с нашими зрителями, что времена меняются и сегодня, в общем, количество желающих сняться в эротической съемке становится меньше. Хотя, может быть, не желающих, а соглашающихся, наверное, мне кажется, вот так правильно. Признающих, я бы сказал, что они хотят это сделать, становится меньше. Вот молодое поколение, сейчас вот хипстерские звезды, которые нарочито, асексуально себя ведут, одеваются, нынешняя мода асексуально, ну, женская, то есть это, ну, что, в том смысле, что она не подчеркивает женские достоинства, фигуру, то есть сейчас как-то здорово выглядеть для девушки странно, так андрогинно, как-то вот неженственно в классическом понимании. Ну, конечно, столько лет эксплуатировалась женская красота, вот ее по прямому назначению, столько лет мы подчеркивали грудь и талию, что уже, наверное, просто в виде компенсации, сейчас вот такая эпоха. Соответственно, они не хотят блистать красотой, в общем, это как бы стало для многих, вот для молодого поколения не круто. Однако, если мы в Инстаграм заглянем, ну, тоже не у всех. Там даже могут быть и женщины в возрасте позволяют себе какие-то сеньки. Женщины остаются женщинами, и одно дело, они знают, что круто, что не круто, а другое дело, что они все-таки иногда да прорвется, да, а вот хочется, ну, вот в виде исключения, полюбоваться собой, какая я есть, потому что под одеждой это все голые, и она приходит домой, встает перед зеркалом и думает, у меня такая фигура, а я ее, конечно, все время прячу, потому что это круто прятать фигуру, но так хочется все-таки, чтобы люди тоже знали и полюбоваться собой, и вот срываются, и тут я возникаю, вот, и мы даем девушкам этот шанс, почти все, кто к нам не шли, не шли, не шли, в какой-то момент до нас доходят. Все равно, рано или поздно, особенно, ну, с возрастом, все заканчивается съемками в журнале «Максим». Да, 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 в общем, да, ну, это же, я все время призываю, не надо к этому всерьез относиться, это не какое-то событие биографии, да, это не какая-то веха, это просто шалость, но так же, как все мы позволяем себе подурачиться иногда, там, напиться, побуянить, попеть, поплясать, да, чтобы, может быть, даже было потом немножко смешно и стыдно за себя, это надо делать иногда обязательно, просто, чтобы не жалеть, что ты этого не делаешь, но это примерно то же самое, это совершенно никак не влияет ни на репутацию, ни на твой, там, профессионализм и достоинство, но это какая-то веселая глупость, да, это подразнит немножко, тем более, это все, в общем-то, в рамках приличий, в принципе, это не более откровенная картинка, чем на пляже, девушка вот загорает же, ничего. Саш, как часто случается, что повторяются приглашения артисток, я имею в виду, уже съемка состоялась, журнал вышел на обложке и спустя какое-то время вновь приглашают эту же самую звезду. Да, у нас есть какие-то дежурные звезды, которые регулярно появляются на обложках, там, все знают эти фамилии, тут вообще всегда сложный вопрос, кто кому нужнее, то есть иногда я за кем-то бегаю, иногда за мной кто-то бегает, вот, кто-то хочет, я не хочу, в общем, диапазон очень большой, иногда абсолютно там по любви взаимной, и это и звезде нужно, и нам. А, в общем, ну, я стараюсь чаще, чем раз в два, в два с половиной года не ставить одних и тех же персонажей на обложку, потому что все-таки 12 номеров в год всего, а звезд много, поэтому сейчас с эпохи интернета есть прямой смысл ставить новых, потому что на сайт заходят по фамилии в поиске, и когда уже есть одна-две фотосессии, третья не прибавит количество запросов. А вот если еще никто не видел ее ногой? Ну, в таком, да, игривом виде, то, в общем, скорее вот новые звезды, их сейчас много, мы постоянно цепляемся каким-то популярным сериалом, премьерами, плотно сотрудничаем с телеканалами, то есть я звоню, говорю, дайте кого-нибудь, кто у вас там, кто новенький есть, такой идет немножко невольничий рынок, такой так, типа, мне нужно пару людей новых, свежие лица, и они говорят, вот, у нас тут есть новая героиня, давайте, давайте. скажи, пожалуйста, а в твоей жизни появилась также еще, наверное, некоторая такая отдельная история от журнала «Максим» и твоего литературного чтения, и это твоя писательская деятельность, потому что выпущена книга «Красные огурцы», да, роман, если не ошибаюсь, такой был, кстати, единственная пока книга в этом жанре. Ну, да, вот книга у меня прям моя единственная, она вышла несколько лет назад, уже как-то сошла с прилавков, и бог с ней, это был такой первый опыт, ну, я печатаюсь там где-то в журналах, где-то на сайтах, книги я пока... сценарий фильма даже забыла, это тоже, в общем, я вот так в разных жанрах себя пробую, в общем, мне, конечно, очень нравится, когда к моему имени идет определение писателя, я с детства об этом мечтал, и я, в общем, работаю в этом направлении, не то, чтобы это сильно отличалось от моей журнальной деятельности, потому что то, что я пишу для журнала... Даже если взять твою колонку, письмо редактора, ведь... Это мне очень повезло, да, потому что, естественно, после стольких лет захотелось раздвинуть границы жанра письмо-редактор, но невозможно каждый месяц просто делать такое билетризированное... Обращение личное от себя, там что-то, да. ...описание номера, вот, и я уже стал воспринимать это как колонку, как эссе, и просто вот писать то, что мне хочется. Ну, в общем, да, это не всегда про тебя, даже чаще всего не про тебя. что это есть некая ценность, отдельная от контекста, от журнала, и когда пошла тема с литературными чтениями, я просто нагло стал брать свои тексты для писем редактора, которые совершенно автономны были, как выяснилось, законченными миниатюрами, монологами, какими-то даже диалогами, у меня там были сценки, рассуждения, прекрасно читались со сцены, и, в общем, выглядели как мини-рассказы, и дальше я уже стал специально писать в таком виде, уже потом пошли рассказы, мне стали заказывать, у меня есть некое количество рассказов, там, роман, какие-то тексты, которые, наверное, надо в какой-то момент издать, но я все собираюсь. Ну и на сегодняшний день ты уже даже не только сам лично выступаешь, но и приглашаешь там друзей своих, артистов, актеров. Суть литературных чтений, когда выступают и авторы с своими текстами, и актеры читают эти тексты, привнося некое в это переосмысление актерское, это пользуется, как ни странно, к нашему, вот, наших беспринципных чтений, из которых все началось, удивление к нашему, что народ так хорошо реагирует и готов покупать билеты, и, в общем, меня сейчас стали, даже меня одного стали активно приглашать, там и на корпоративные мероприятия, просто, то есть продаются билеты, какие-то залы, сцены, я выступаю, но я больше, конечно, похож на, вот, традиционного писателя-сатирика, который по бумажке, потому что у меня в основном, конечно, юмор, читает со сцены на радость публике свои произведения, вот, то есть мне даже говорят, что ты похож на Жванецкого, то есть, ну, конечно, это жанр, да, я не претендую на сравнение в абсолютных величинах, но жанр тот же, да, это человек с бумажкой, и тоже юмор, тоже смеются, и для меня Жванецкий, это такой, тоже он встроен в ДНК, вот, я на нем вырос, я очень борюсь с тем, чтобы его интонациями не говорить, и вообще вот эту подачу как-то, потому что меня туда сносит, слава богу, или не слава богу, но уже все меньше людей знает ту интонацию, да, все-таки молодежь уже, удивительно, Высоцкий и Жванецкий были такими константами, в общем, для нашей культуры, и все-таки немножко, вот нынешнее поколение, для них это уже что-то такое родительское, это то, что любили родители. Ну, в общем, да, многие даже и не знают уже, я думаю. Да, вот, поэтому для них, там, моя подача звучит свежо. Это для тебя такая отдушина, отдыхаешь от Максима, от Главредовской, вот этой вот деятельности. Да, есть такое немножко, да. Это другая грань, примерно, там, той же деятельности, это отдушина. Я бы просто не смог столько лет, ну, не знаю, никто бы, наверное, не смог сохранять энтузиазм и пылание в течение 16 лет на одном месте, если бы не было каких-то, там, других вещей, смежных, я не говорю, что других, но смежных, вот. Да, это отдушина, но я это делаю под маркой Максим, Максимовские чтения делаю, вот, поэтому это просто расширение, потому что меня, когда спрашивают, как ты так долго одним и тем же занимаешься, я говорю, я занимаюсь все время разным, я все время новые пробы, я расту, просто Максим, такая плодородная и широкая платформа, что на ней можно делать все, вот, как я не знаю, там же анекдоты, там тоже юмористические какие-то вещи, и пародия на желтая пресса, вот эта вот пародия на какие-то такие широкие газеты. я вот поражаюсь, как люди там могут долгие годы делать журнал, например, про младенцев или про свадьбы, потому что одни и те же темы, просто периодически. Это просто один, и ты знаешь, что твои читатели тебя максимум читают 9 месяцев, да, журнал про беременность есть такие, да, ну, год там еще первые несколько месяцев, то есть потом эти уходят, приходят новые те же, то есть, скорее всего, они просто одни и те же тексты, может быть, переставляя, меняя слова на синонимы, делают, но вот, конечно, не сойти с ума, тут это отдельный челлендж, вот. Мы все-таки отражаем мир, есть новые темы, которые попадают в поле нашего зрения, мир подбрасывает темы, поэтому мы все время разные новые. А то, что ты пишешь и выступаешь литературными чтениями, как ты называешь это? Юмористические опусы, где-то встретилась у тебя в Инстаграме? Это чтение, это все-таки литературные чтения, это, в общем-то, литература, это рассказы, это эссе, это монологи, ну, вообще, называть предметы, ну, искусство громко сказано, вообще абстрактно, да, давать им название всегда очень трудно, потому что все время происходит что-то на стыке жанров, а критики и профессиональные люди, которые обязаны описывать, все время ломают голову, как же это назвать. Вот сейчас я ходил на балет Нуреев, это балет, но там люди говорят, там есть реплики, то есть это вроде как спектакль-балет, а творцу, я думаю, все равно, у него это в голове родилось, он это сделал, а вы уже занимаетесь тем, что формулируете, как это называется, поэтому я не знаю, как это называется, я пишу и читаю. Друзья, попросим Александра обязательно нам прочитать что-то здесь, в студии телерадиоканала «Страна.ФМ», но буквально через две с половиной минуты, дождитесь. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа продолжается, Александр Маленков, у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Максим». Друзья, сейчас не про журнал, сейчас про литературные чтения, про писательскую деятельность. Александр очень попросил, Саша очень хотел, чтобы он нам прочитал здесь в студии, тем более, что это будет действительно, мне кажется, такое удивление и может быть даже просвещение в какой-то роде тех людей, которые не знают, знали о твоей такой страничке биографии и о том, что на самом деле даже уже на площадках театра, например, театр Маяковского 7 декабря, да, был концерт и двери театров распахиваются. театральные площадки нас пускают, да, и мы читаем, люди покупают билеты, и в общем, это я анализировал, почему так люди, даже не на актер, все-таки есть в этом некая магия, когда стоит человек своим голосом, читает, то есть, свои мысли, да, вот настоящий, не играет, а вот то, что он думал, он сформулировал словами, это магия голоса и слов и персонализации, вот, и если ты это делаешь хорошо, то люди с удовольствием на это смотрят, и в общем, это некое зрелище, как выяснили. Что мы сейчас послушаем? Вот я буквально недавно это написал, как раз это чтение-прочтение, просто, я тебе объясню, меня стали, как я сказал, приглашать, иногда почитать, иногда это коммерческие мероприятия, даже такие, какие-то, корпоративные, но сейчас многие, продвижения, там, коллаборации, и там есть ограничения, некие возникают, и вот коллизии, которые по этому поводу возникают, у меня пришла идея диалога Александра Сергеевича Пушкина с рекламным агентом, у него был, значит, разговор с книгопродавцем о поэзии, а у меня, значит, разговор с рекламным агентом о поэзии. Прекрасно. Агент. Александр Сергеевич, здравствуйте. Пушкин. Добрый день. Агент. Мы представляем общество по найму троек и сани, эй, залетные, вы слышали о нас? Пушкин. Что-то слышал, чем могу быть полезен? Агент. Мы большие поклонники вашего творчества. Пушкин. Ах, право, вы мне льстите. Агент. Ничуть. Мы хотели бы предложить вам небольшую коллаборацию. Пушкин. Извольте, но что это значит? Агент. Мы готовы заплатить вам две тысячи рублей с золотыми червонцами, чтобы вы прочитали стихотворение на нашем мероприятии и разместили информацию о нас в своих эпиграммах. Пушкин. Милостивый государь. Это же великолепно. Сема не фиг. Две тысячи рублей. Мне весьма пригодились бы. Сам Бог послал вас в эту келью, где я томимый, беспрекрас, томимый, ветреным иолом. Агент. Извините, Александр Сергеевич, я вас перебью. Мы рады, что вы готовы к сотрудничеству. Наше мероприятие состоится в усадьбе Волконских уже через неделю. Мы хотели бы, чтобы вы прочитали стихотворение «Пророк». Пушкин, извольте, я готов. Агент. Я рад, что мы согласовали стихотворение, теперь надо согласовать кое-какие строчки. Пушкин. Прошу прощения. Агент. У нас немецкая фирма, поэтому очень строгая маркетинговая политика. Пушкин. Как это немецкая? Вы же, эй, залетные. Агент. Да, на штаб-квартире у нас в Берлине есть некоторые, с позволения сказать, гайдлайны. Поскольку на российском рынке мы занимаемся продвижением зимней езды в санях, нам нельзя упоминать лето и летний транспорт. Брички, телеги, кареты. Вот у вас там в «Пророке» есть строчка. «Духовной жаждой томим, в пустыне мрачно я влачился». Это вот летом происходит, Пушкин. Ну да, пустыня, жара, герой изнемогает. Агент. Можно это как-то поменять на зимнюю тему? Допустим, в пустыне снежно я влачился, Пушкин. Ах, право, какое странное пожелание. Но, наверное, можно, извольте. Агент. Вот и отлично. Дальше вот влачился. Какой-то негативный образ. Можно как-то позитивно и с привлечением зимнего транспорта. Вот у нас в отделе маркетинга вариант предлагают. «Духовной радостью томим в пустыне снежной я ехал на санях». И дальше там герой является Серафим, дальше нормально. Пушкин. Подождите, это же не укладывается в размер. Агент. Мы не настаиваем. Вы можете предложить свой вариант. Пушкин. Я уже предложил. Как было вначале, это и есть мой вариант. Агент. Головной офис не утвердил этот вариант. Пушкин. Возьмите другое стихотворение. Агент. Нет, само стихотворение «Пророк» уже утверждено головным офисом. Пушкин. Бред какой-то. Ну, хорошо. Допустим. Так, допустим. Духовной радостью томим я на санях по снегу ехал. Агент. О, отлично. Прекрасно. Далее. Нам нельзя использовать образы насилия. А у вас тут «И вырвал грешный мой язык». А потом вот еще «И грудь он мне рассек мечом, и сердце трепетное вынул». Пушкин. Ну да, в этом идея. Серафим вырывает язык и вкладывает жало змеи, а вместо сердца пылающий уголь. Что вы предлагаете с этим сделать? Агент. Все то же самое. Мы хотим сохранить ваш неповторимый стиль, только надо убрать насилие. Что-то вроде «И он кустам моим приник и аккуратно заменил, язык нажало, а сердце превратил в пылающий уголь». Пушкин. Превратил. Агент. Да, без рассучения груди, без насилия. Пушкин. По-вашему, шестикрылый Серафим кто волшебник? Взял и превратил? Знаете что? Я отказываюсь. Агент. Очень жаль. Пушкин. Это стихотворение. Его нельзя менять под мероприятие. Оно было в таком виде напечатано в московском вестнике. Я уже получил за него деньги и даже потратил. Проиграл в карты. Агент. Мы понимаем, но, увы, до свидания, Пушкин. Подождите. Сколько вы сказали? Две тысячи? Агент. Да, Пушкин. Мне нужно отдать долг Трубецкому, этой бестии. Хорошо. Допустим. Допустим, я что-то попробую сделать с языком и сердцем. Но это все? Агент. Есть дополнительное пожелание? Но это на ваше усмотрение. Если бы можно было в Пророка как-то интегрировать сервис Эй, залетные, Пушкин, то есть, агент, ну, например, там, где Бога глаз воззвал исполнись волею моей, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Вот сюда заменить на исполнись волею моей, пользуясь сервисом Эй, залетные, объезжая моря и земли на комфортабельных санях, глаголом жги сердца, ну и так далее. Пушкин, вы с ума сошли, я поэт. Агент, мы знаем и очень ценим. Пушкин, я Пушкин, меня в школе проходить будут. Агент, именно поэтому мы к вам и обратились. Пушкин, вы хотите, чтобы я рекламировал ваши сани в своих стихах? Пророк поехал на санях, на комфортабельных конях, на изолётные он сел и как на крыльях полетел, да, глаголом жёг, хлебал вино, а мать грозит ему в окно. Этого вы хотите? Агент, великолепно, я запишу. Пушкин, может мне ещё поэму в вашу честь переименовать? Агент, какую поэму? Пушкин, поэму, которую я пишу. Евгений Иванов. Агент, в нашем агентстве много клиентов. Возможно, это заинтересует сеть маникюрных салонов Онегин. Пушкин, да я пошутил, это шутка была, сарказм. О боги, жалок мой удел. Агент, если вы готовы рассмотреть предприятие Онегин в качестве титульного спонсора вашей поэмы с интеграцией месседжа о том, что нужно думать о красе ногтей, Пушкин, вон, пойдите прочь, этому не бывает никогда. Агент, на всякий случай я оставлю визиточку. До свидания, Александр Сергеевич. Евгений Онегин. Все-таки, друзья, писатель, главный редактор журнала Максим, Александр Маленков. Саша, браво, спасибо огромное. Ненадолго прервемся и продолжим общаться с гостем. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается. Александр Маленков, главный редактор журнала Максим сегодня у нас в гостях. Друзья, есть еще у нас ровно пять минут. Мы их сейчас постараемся использовать по максимуму, что называется. Саша, скажи, пожалуйста, мне очень нравится то, что ты пишешь. Спасибо. Твое чувство юмора, впрочем, тот же самый юмор, который используется и в журнале тоже, он невероятный, на мой взгляд. Совпадение, да? Очень правильный, на мой вкус. Опять-таки, это все повторю. У вас прекрасный вкус. Благодарю. Скажи, пожалуйста, но есть же люди, которые не только тебя могут критиковать, которые в принципе критикуют все вокруг. Есть уже такие, которые как-то отозвались, но зачем главному редактору заниматься вот этим? Нет, как-то я бы с удовольствием послушал какую-то критику, но, честно говоря, мои тексты, ну так, и без ложной скромности, но они всем нравятся, потому что там нечему не нравится, потому что юмор абсолютно универсальный, такая отмычка к любому сердцу. Это коротенькие вещи. Он у меня такой, скорее, тоже, опять же, без ложной скромности, немножко интеллектуальный, то есть там это не стендап. То есть очень легко смешить, апеллируя к нижнему этажу каким-то понятным темам, секс, отношения, ха-ха, хи-хи, там про девушка хочет похудеть, весы ломаются, а-а-а, ха-ха, да? У меня там все-таки там какие-то наболевшие, такое надуманное за долгие годы про нюансы отношений с внешним миром. У меня есть про медицину и тоже, опять же, юмор и про науку. Поэтому никто ничего плохого никогда не говорит. То есть, ну, худшее, что есть, людям не смешно, ну, бывает и такое. Ну, и видно сразу, что человек очень начитанный перед тобой стоит на сцене, умный, ну, это правда. С морским сравнивать. Я чем больше читаю, тем меньше, больше понимаю, что я еще очень-очень далек. Испытываешь ты волнение перед выходом на сцену? Это странно, но нет. Это поразит. Все, корресеи жанра, я вижу, они волнуются перед выходом на сцену, они что-то ходят, бормочут. Я наоборот, я прямо расцветаю, мне там нравится, у меня адреналин, у меня прет, я ни секунды волнен, я абсолютно уверен в себе, мне дико нравится с аудиторией. Я прямо вот в этом купаюсь. Я не знаю, откуда, вот я лишен этого, страха аудитории. Вот так же, как страха высоты. Ну, это же один ряд фобий. Аудитория, высота, пауки. вот глубины я боюсь, все пауков не очень люблю. А вот высоты, аудитория не боюсь. Не знаю, я удовольствие получаю всегда гигантское, быть в центре внимания. Причем в жизни я этого не очень люблю, а на сцене, да. Огромное количество времени ты проводишь на работе, да, все-таки, можешь сказать, что большую часть, я имею в виду, главредством занимаешься, журнал «Максим». Ну, конечно, я свой каждый день, свои там, энд часов отсиживаю, ну, я и вне работы, занимаюсь работой, сейчас с этими технологиями можно и дома этим заниматься, ну, в общем, конечно, я главный редактор журнала «Максим», это описывает меня на 80%. Остальные 20, они такие более разнообразные, хаотичные, вот, и про них, может быть, чуть интереснее говорить, потому что там много нового, но, в общем, я это, вот это оно, вот, все эти годы. Выходы куда-то в свет, что называется там, допустим, театр, мы это все видим в твоих социальных сетях, командировки, путешествия, конечно, но есть что-то еще такое, что не знают про тебя? Вот ты один на один с самим собой, когда, это не обязательно там сразу компьютер, что это может быть? Ну, у меня очень мало хобби, у меня очень мало занятий в жизни, и все мое время, это очень просто, это работа, немножко творчество, я по-прежнему, там, стараюсь много внимания, дочке уделять, хотя ей уже это не надо, она взрослая, но тем не менее, я к тому, что про меня не знаю, а сколько лет сейчас? Ей уже 22 года, вот, ну, в общем, это большой кусок моей жизни, все равно, вот сейчас, ну, просто ей уже меньше нужно, вот, маме я очень много стараюсь, у меня вот такая семейность, вот такая есть, уделяю довольно много времени, ну, вот, прямо, если хобби, как-то выжимать, ну, единственное, что сноуборд, пожалуй, могу назвать своим хобби, да, я вот стараюсь несколько раз в год покататься, все, больше вот... В этом году планируется еще поездка? Да, я еще в марте планирую вот съездить, да, хотелось бы, вот, ну, буквально все, все остальное, никаких секретов нету, а, ну, я еще очень много, очень позорно много трачу время на дурацкие игры на телефоне, на планшете, причем, это не какие-то умные игры, это вот именно прокрастинация, убийство времени, я очень на себя злюсь, я раскладываю какие-то дурацкие пасьянцы, про это никто не знает, но это прям основной внутренний конфликт, я пытаюсь с этим бороться безуспешно. Спасибо тебе, Саша, за эту искренность, у нас буквально 40 секунд остается, что ждать в новом номере журнала, Максим? Ну, вот я уже сказал, у нас будет некий... А, Март уже вышел, там, Анастя Ивлеева на обложке, вот, отлично, очень интересная съемка, стилизация под пинапс, черным юмором, это редкое сочетание эротики черного юмора, посмотрите, вот, ну, а так все, а, и предвыборные, мы таки, да, про политику пишем, у нас там есть постер, где все кандидаты представлены в виде героев Игры Престолов, называется Выборы в Новороссии, нет, в этой, господи, как он, ну, короче, Игра Престолов у нас там. В общем, как всегда, Саша, ты умеешь удивлять, спасибо тебе огромное за это, время наше подходит к концу, Александр Маленков, главный редактор журнала, Максим, я тебя благодарю, всегда очень рада тебе, спасибо за твоя деятельность, успехов, журналу, спасибо. Спасибо.